Тут просто зашит и так программа, дабы показать, что она может. Ну, к примеру, коридор, который будет сам работать, включать в некоторое время включение, оно загорается, и вы идёте, и оно следует за вами. Современную систему автоматического управления освещением представили участники республиканского конкурса «Энергомарафон» из Белозёрска. В числе других финалистов они приехали в Брест, чтобы презентовать свои проекты и познакомить с молодёжным подходом к решению глобальных проблем энергосбережения. Применение этих реле позволит, во-первых, конечно, снизить расходы электроэнергии, продлить срок службы светильников, а также обеспечить более комфортные условия жизни и сна жителей. Кстати, идея «Энергомарафона» зародилась на Витебщине. За четверть века конкурс расширил свои границы за пределы региона и стал настоящей фабрикой инноваций в отрасли энергосбережения и эффективности. Со многими из них можно было познакомиться на интерактивных площадках и с помощью экспозиций. Чему посвящена выставка? Первое очень интересное направление – это, конечно, система работы педагога. Практический проект «Энергосберегающая семья». Но отдельное открытие нашего года – это то, что мы задумали новую номинацию, и ее представляем – это геймификация. И перед вами один из самых интересных наших проектов – это знаменитый «Энерголенд». В основе – игра по энергосберегающим предприятиям по принципу монополии. В нем разместили все – и напольную игру, и настольную, и нашу скамейку, и наши стенды. То есть его можно размещать и в торговых центрах, и в больницах, и в школах, и просто на улице перед любым зданием. Мы выступали с этим комплексом на 100 идей для Беларуси, выступили довольно успешно, поэтому сегодня представляем его перед вами. Конкурс «Энергомарафон» проводится уже в 15-й раз. Разработки прошлых лет получили высокую оценку организаторов и обрели воплощение в различных уголках страны. Энтузиазм первых участников, он стал заразительным, и количество участников с каждым годом увеличилось. В Департаменте по анализации необходимо было только направить их энергию в нужное русло. Мы создали сосуд, механизм, а его наполнение уже осуществлялось непосредственно и педагогами, и детьми. Тот опыт, где знания, которые дети получают в конкурсе, они проносят через всю жизнь. Всего в финальном этапе марафона приняли участие 114 представителей, 56 учреждений образования страны. Лучшие работы были удостоены наград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова